16-летний Тимофей Гусарев впервые сел на мотоцикл в 4 года. Начал с мотокросса, где добился довольно внушительных успехов, которым не помешали ни молодой возраст спортсмена, ни травмы. На гонке упал неудачно, я сломал ключицу. Как раз зимой, через три месяца, чемпионат Европы должен был. Надо было быстрее восстановиться. Но я не в полную силу поехал на чемпионат Европы и начали второе место. А три года назад Тимофей влюбился в мотобол. Теперь его задача – попасть во взрослую сборную России. Сейчас он и еще несколько самых способных ребят старшей возрастной группы готовятся к Кубку России. Поиграть против опытных игроков, ребят, которые в сборной России, это не каждому предоставляется такая возможность, тем более в таком возрасте, поучаствовать в Кубке России. Затем они отправятся на чемпионат России среди юношей в город Ковров. Расслабляться юным мотоболистам некогда. Тренировки почти каждый день. Но, как уверяют спортсмены, это того стоит. Если остальных получают, значит, у меня должно, значит, надо просто потренироваться побольше. В юношеской команде «Металлург» занимаются ребята с 8 лет. Сначала их знакомят с мотоциклом и его устройством. И только потом обучают езде и мотоболу. Всего в автопарке сейчас 28 мотоциклов. Каждый из них подстраивается под конкретного игрока. «Зитпилот» – 50 кубических сантиметров. Там 3,5 л.с. Это именно для начинающих мальчишек, которые пришли со школы, которые пришли с улицы. А ребята повзрослее, то бишь юноши, у них мотоциклы японского производства «Кавасаки КХ-85». В юношеской команде «Металлург» тренируются более 30 ребят. И все они уже не представляют свою жизнь без мотобола. Сейчас идет набор на новый учебный год. Так что, если ваш ребенок любит трех моторов и командную игру, добро пожаловать на стадион «Металлург». Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.